Всем привет, на связи я Наркоза 59 и сегодня у нас долгожданный банановый выпуск. Собственно говоря, почему он долгожданный? Потому что мы сегодня, во-первых, снимаем обзор на недавно вышедший Торнадо Банан. Вот он у меня тут такой стоит красивый, думаю, все его уже прекрасно видели. К сожалению, до перми он пока еще не доехал, но мы привезли его из Москвы и сегодня он у нас будет не один, потому что у нас есть второй, тоже банановый, импортный Наркоз. Торнадо Банан уходит обратно на подоконник. И что же это за импортный Наркоз такой? Сейчас покажу, ребят, сейчас покажу. Это у нас импортный польский Тигр Алоха Банана. Наш товарищ Андрей, кстати, Андрей тебе привет, просил, когда отсылал нам этот Тигр из Польши, просил, чтобы мы его сравнили с нашим Торнадо Банан, на то время еще не вышедшим. И вот как раз таки мы съездили в Москву, вышел новый Торнадо и пришло время наконец-то их уже сравнить, потому что, во-первых, я хочу попить Торнадо Банан. Спойлер, конечно, в Москве я его уже попробовал немножко, поэтому у меня уже есть такая база, что я буду говорить про вкус. А может быть я случайно взял две разные партии и вкус будет разный? В любом случае, давайте еще раз представим наших сегодняшних бойцов. Итак, в правом углу ринга, для меня в правом, для вас в левом, наш российский Торнадо Банан, который, я думаю, в излишнем представлении не нуждается, все про него все и так знают. Он пока обратно, уже во второй раз вернется на подоконник. В левом углу ринга, опять же для вас в правом, это Тигр Алоха Банана. Написано, что он, во-первых, без сахара, привезен из Польши, и их бренд Тигр, я думаю, даст еще фору в своей огромной линейке вкусов, там и Адреналину, и Торнадо, и Флэшам, всем вкусов у него реально очень много, бренд у них это, я думаю, самый такой известный наравне с Оши, потому что просто я других польских брендов не особо знаю. Итак, давайте начнем вообще, даже не с дизайна, давайте начнем оценивать с их доступности. Итак, Торнадо Банан. Сейчас пока что продается, ну, я бы сказал, даже не во всех городах, потому что в Перми, насколько я знаю, у нас его не находили. Но, опять же, в Москве и в других городах его уже вовсю находят, и вовсю, кстати, скидывают обзоры в наш чат в Телеграме, в который я очень советую вам зайти, ну и также просто зайти в наш Телеграм-канал, где мы постим не только видео, не только ссылки на Ютуб, но еще много чего интересного, типа текстовые обзоры, просто новости, короче, ребят, ссылка на Телегу будет в описании, и продолжим про Торнадо. Как бы то ни было, я думаю, рано или поздно его завезут или в КБ, как это было с Торнадо Разбери и Лимон Кейком. Кстати, кто в последний раз видел Лимон Кейк в банке, именно в КБ? У нас только в бутылке продается. Где там продается еще Лимон Кейк, продается в Магнитке, насколько я знаю, Айсбери в Ашане продается, где продается банан, и, кстати, про арбуз я не забыл, я знаю, что он тоже вышел и тоже его находили, но, ребят, мы пока, тут наш полномочия все, арбуз мы пока не находили. Короче, рано или поздно в Пятерочке там в Магните он будет, по крайней мере, я на это очень надеюсь. И что же про Тигр? Опять же, по словам Андрея, он очень долго этот Тигр искал, он его не мог найти, он там у них, ну, не знаю, насколько редкий, возможно, просто тоже новинка у них. Если среднестатистический поляк должен обойти кучу их местных магазинов, и не факт, что он даже этот Тигр найдет, то представляете, сколько нужно обойти Пятерочек, чтобы найти этот Тигр? Я, если честно, не представляю. Поэтому ставим балл Торнадо за его доступность. И давайте же теперь оценим, нет, снова не дизайн, практически дизайн, мы оценим их ключики. Торнадо, банан, все тот же самый, та же самая банка. Что он имеет у нас на ключике? У него наш любимый честный знак, который портит банку, который, если вы пьете потом банку, не отрывая ключ, у вас оставляет клей на языке, на губах. Не очень прикольно. Единственный плюс этого честного знака в том, что можно его налепить себе на лоб, кстати, прямо как на клейку с банана. Ну, короче, честный знак всяко хуже, чем, знаете, что? Чем фирменный ключик у тигров. Посмотрите, какая красота. У каждого тигра, у всех ваших тигров, есть свой ключик с буквой Т. За ключик мы ставим балл тиграм. Поляки в этом плане радуют. И теперь самое главное, мог бы сказать я, если бы я, собственно говоря, энергосы не пил. Это их дизайн. Итак, Торнадо Банан. Что мы тут имеем в плане дизайна? Конечно же, фирменное слово Торнадо и их логотип. Почему-то зеленые бананы и листья, вот не знаю, листья банановой пальмы. Так выглядят. И вообще издалека очень похож на Торнадо Кокос, потому что там тоже были зеленые листья. И берем тигр. И что же мы видим на его дизайне? Я про его дизайн говорил на видео, когда мы только его распаковывали. Ну, короче, пройдемся еще раз. Во-первых, красивый такой неоново-ретровейвный пейзаж на фоне. Акула в виде банана. Короче, лично на мой вкус тут намного более приятные цвета. Намного более похожие, это знаете, на банан, чем вот это вот зеленое буйство недоспелости и листьев на банке у Торнадо. Поэтому балл улетает полякам. Но самое-то главное, что самое главное, это у нас вкус. И что у нас влияет на вкус? Конечно же, на вкус влияет состав. Я, честно говоря, не знаю, как адекватно сравнить составы, но давайте все-таки зачитаем, что написано у Торнадо. Пищевая ценность. Углеводы 4,8 грамм. То есть в нем будет сахзан. Белки 0, жир и 0, понятно. Таурин 40 мг на 100 мл. Кофеин 30 мг на 100 мл. Эта инфа, наверное, очень важная. Я не знаю, как бы я жил без нее. Витамины В5, В6, В6, ВС, ВП, В1 и В12. Ну и в принципе в составе там нет ничего такого прям супер-мега-вредного, типа, не знаю, серной кислоты. Надеюсь, в польском его братья тоже такого ничего не будет. Если бы я понимал польский, мне было бы намного проще читать его состав. Во-первых, тут есть слог яблока и белого винограда, что я понял из польского языка. Между прочим, так-то по 10%. Что, реально тут 20% сока? Да вы гоните, ребята, почему это не слог банана, например? Я не понимаю, написано углеводы 2,6 грамма, в том числе сахар 2,6 грамма. А написано Zero Sugar Added. Что это получается, поляки нам врут? Это сразу просто внеочередной плюс-балл нашему Торнадо за то, что поляки нам врут. Кто знает польский, скажите правильно, я это перевел. А мы продолжим искать информацию про кофеин и таурин. Насколько я понял, кофеина здесь 0,03%. Потом чего-то еще. Называется Кабиет Карамяч Персия. Что это такое? 32 мг на 100 мл. 0,14 грамма, ниацин, витамины В6, В12. И все, витаминов больше у нас, поэтому я считаю еще один плюс-балл Торнадо. Кстати, баллы я в конце не знаю, посчитаю или нет, наверное, я их все забуду. И давайте, наконец-то, узнаем, какой из них вкуснее. Начнем с Торнадо. Так, оторвем этот неприятный честный знак, он нам не нужен. Но вот, я его себе не налеплю, потому что я случайно весь клей оставил на язычке. А давайте еще пшик оценим точно. Итак, Торнадо будет пшикать первый. Давай, пшик. Обычный. Обычный пшик у нас. Пока уберем. Думаю, они не выдохнутся. Сразу же пшикнем тиграм. Из двух этих пшиков, я думаю, балл будет плюс Торнадо. Дальше проверяем запах. Это буквально самый обычный запах банана. То есть, вы приходите в магазин, служите пятерочку. На полке которой нет еще этого напитка, но есть банан. Обычный. В ящике лежит желтый. Он будет пахнуть точно так же. У тигра же запах. Это вообще что? Это апельсин? Это яблоко? Что это? Это вообще не банан. Возможно, так правда пахнет банан в Польше. Но наши российские бананы пахнут по-другому. И Торнадо запах мне больше намного нравится. Тут какая-то гнилая кислая кожура, если честно. Плюс стопудово пойдет Торнадо. И давайте же, наконец, наконец, вкус. Самое-то важное. Ради чего мы все здесь сегодня собрались. Надо язычок отломать, а то он бесит меня своим. Клеим. О, все. Супер. Итак, ваше здоровье. Повторюсь, я его уже пил в Москве. И что мне напомнил этот вкус? Банан здесь есть. Это именно вот этот вот зеленый банан. Чуть недоспелый, чуть такой. Который еще, знаете, не в кондиции. И его дополняет этот банан. Его дополняет яблоко. Такое зелено-желтое, сочное, сладкое. Некислое, замечу. Когда я пил его в первый раз, это было прям, ну капец, вкусно мне очень зашло. Несмотря на то, что он там даже был теплый. Это лучше, чем айсбери, но чуть хуже, чем лимонкейк. Мне это нравится, я это буду брать на постоянку, если мне будет где это брать на постоянку. В целом, я считаю, эксперимент с таким странным вкусом, с таким смелым вкусом был довольно у них удачный. Но все равно, это не чистый банан. Тут есть яблоко, тут есть какие-то, может быть, другие фрукты, я не знаю. Вот эти листья есть пальмовые. Может быть, это его привкус, я не знаю. Это не идеал, это неплохо. Давайте поставим 7,5 за вкус торнадо и перейдем к тигру. Надеюсь, меня он не разочарует. Поехали. Это по вкусу хуже, чем... О, господи, как это плохо. Вкус это намного хуже, чем по запаху. О, блин, там еще послевкусие такое ядреное, жесть просто. Короче, как это объяснить? Я сейчас попытаюсь, но это будет очень сложно. Как ей допить эту банку до конца? Если наш торнадо, это еще такой свежий, недоспелый, недозрелый банан, то вот тигр, это перезрелый банан, уже почерневший, я бы даже сказал. Возможно, местами даже гнилой, в перемешку с таким же яблоком. И вот все это, представьте, вы выжали в сок, у вас такая получилась странная жидкость. И вот это еще немножко отдает компотам из сухофруктов. Возможно, вот знаете, в фикс-прайсе есть такая странная штука, максимально на любителя. Называется высушенные бананы. Собственно, ими же она и является. Я ее однажды ел, но до того они противные мне показались, до того невкусные, что больше двух этих бананов я съесть не смог. Они еще так рот вязали неприятно. Короче, такое примерно на вкус внутри этой банки, еще и жидкое. Давайте все-таки резюмируем. Это темный, чуть сгнивший банан, перемешанный с компотом из сухофруктов и немножко со сгнившим яблоком. Я бы дал этому вкусу, не знаю, 3 из 10. Ну, я не знаю, это просто сложно очень передать словами, насколько он странный. Кстати, важное замечание, вкус у него очень яркий, прям такой сочный. Но сок-то невкусный. А наш Торнадо, он такой блеклый, чуть водянистый, но приятный. Пить его очень даже можно и даже нужно. Я думаю, вердикт уже всем понятен, но давайте перельем их в стакан и узнаем, какие они на цвет. Первый пойдет наш Торнадо-бананчик зелененький. Он что, бесцветный что ли получается? Как пенится. За пену балл Торнадо внеочередной. Он, кстати, даже по цвету такой же, как и на банке, такой же, как и по моему описанию. Такой недозрелый банан с зеленым яблоком. И, в принципе, вкус цвету соответствует. Ну и давай. Я думаю, если он будет темно-коричневый, хотя бы оранжевый, я этому не удивлюсь. Про что я и говорил. Собственно говоря, с цветом я не ошибся. Он такой же, как компот из сухофруктов, только разбавленный, наверное, водой. Я не знаю. Даже в цвете такая, знаете, присутствует несвежесть, уже окончание срокогодности этого всего. А может, кстати, он реально просроченный? Я не знаю. По-моему, это новинка. Ну-ка, давай. 0,724. Не, нифига. То есть, месяц как бы будет годен. И я думаю, за цвет и поляку и Торнадо дадим по одному баллу, потому что, ну, цвета подходящие. Как бы вы не хейтели наши российские энергозы. Как бы вы не хейтели Торнадо за то, что они уничтожают вкус с акзамом. Просто знаете, что вкус банана, относительно загнивающей Европы, получился очень даже ничего такой. Получился прям кратно лучше. И я думаю, если поляки узнают, насколько наш Торнадо крутой, они нам просто дико обзвидуются. Даже несмотря на то, что Тигр, ну, просто, я не знаю, внешне, просто краш. Итак, подведем итог. Торнадо просто в сухую практически дернул Тигр. Я этому удивлен. От Тигра я ожидал, ну, прям просто намного больше. От такой красивой банки, в минимум, ты ожидаешь, что он будет не противный. А даже если он и будет противный, ты ожидаешь, что это будет из-за сакзама, из-за химозного вкуса. А тут вкус натуральный, но натуральный такой, который абсолютно не на мой вкус. И если в комментариях будут поляки, напишите, пожалуйста, пили ли вы этот Тигр и нравится он вам или нет? И почему он такой противный? Ну и, конечно же, пишите в комментариях, как вам наш новый Торнадо банан, как вам наш новый Торнадо арбуз, который, надеюсь, мы скоро найдем. Пишите комментарии на Ютубе, пишите комментарии в нашей телеге, заходите в наш чат. Еще раз повторюсь, ссылка будет в описании. А с вами были Наркоси59, меня зовут Мэтт, всем пока!